Доброго времени суток! Это подкаст Безвратарей. У нас сегодня в гостях Роман Гусев, директор Центра игровых видов спорта. Ну и традиционная справка о нашем сегодняшнем госте. Итак, Роман Николаевич Гусев родился 11 сентября 1984 года. Образование высшее окончил Омскую банковскую школу, педагогический университет, СЕПГУФК, Международный Российский Олимпийский комитет, основатель и многолетний руководитель компании «Чистой воды». Центр игровых видов спорта работает заместителем директора с 2004 по 2008 года, а с 2017 возглавляет Центр игровых видов спорта. Солидно. А после руководства водой сразу в спорт. Почему так? Ну, был там небольшой промежуток у меня, безделье, так скажем. А как вообще родилась идея заниматься водой в Омске? Да, как-то сама взяла, да, родилась, как бы… То есть, про то, что делать нечего было? Ну, на тот момент, как бы, казалось, что это очень такая перспективная ниша, в которой можно, как бы, зарабатывать деньги с воздуха практически. Удалось? Ну, да. То есть, мы сейчас разговариваем с довольно богатым человеком, состоятельным? Это сейчас ко мне никакого отношения не имеет уже. Мы это делали там с товарищем, поэтому мы все разделили, поделили, и хорошо, удачно. Роман Николаевич, а что, собственно, вот баскетбол, волейбол? Ну, у нас в Омске мужчины это обычно хоккей, футбол. Ну, согласен. Или кто-то должен? Да не то, что кто-то должен. Просто, как скажем, еще начиная там с 2000, не помню, наверное, в 2006 году «Нефтяник», тогда еще со «Спартаком» прильнули в центр «Игрофедов спорта». У нас тогда, на тот момент, было две команды мужских, гандбольный «Скиф» и «БК-17-16». И, как бы, на таком, ну, не скажу, что на контрасте, но, как бы, по игре был контраст, конечно, если вот с разными две баскетбольные команды, то, конечно, мужики поинтереснее смотрелись. Это, там, броски, там, сверху, скорости другие, агрессия, там, то есть, такие, там, может, потолкаться, там, ну, такое интересно было. Ну, а зато вот сама атмосфера, которая творится, вот, где-то, может, не в самой игре, а около игры или после игры, вот эти эмоции, они, мне кажется, даже намного… Ну, то есть, мужики все равно как-то скрывают, где-то могут что-то, то есть, это, а девчонки, они такие, более открытые, более эмоционально открытые, да? Да, они чуть-чуть все сразу, игра прошла, все выпустила, весь, все, улыбка там, эти слезы, как бы, ну, не знаю, интересно, прикольно, здорово. А вы семьянин? Ну, да. А как супруга реагирует на ваши постоянные нахождения у команд женских волейбольных рядышком? Ты, ну, как бы, видите, я же не тренер. Нет, я понимаю, но в твоем плане ревности это же надо было… Нет, ну, нет, если бы я был тренер, был бы ближе, был бы массажист, был бы еще ближе. Ммм, вон где. А я же, как бы, даже сижу в другом помещении, как бы, команды вижу не так часто, то есть, бывают у нас какие-то, там, оперативные совещания с командами, приезжаю, там, в ФОК один или другой, ну, а так, как бы, только на играх или где-то еще, как бы, не скажу, что сильно у нас много с девчонками общения. Роман Николаевич, вы сейчас такое ощущение, что вы отмазываетесь, естественно. Прямо, 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 прямо так, как будто… Нет, ну, жена все равно ревнует. Ну, вы знаете, у вас прямо вот получается, да, я практически поверил, да. Хорошо. Жена тоже верит. Это замечательно. Ну, хорошо, ну, вот давайте сейчас попробуем пообщаться в режиме Блиц, вопросы будут разнообразные совершенно, нас будут кидать по темам по-разному, но я считаю, что если мы на них все ответим, а я уверен, что мы на них все ответим, у нас должна сложиться о вас некая картина, что вы за человек. Итак, начнем. Какие задачи вы сейчас ставите перед собой в жизни? Неважно, это в профессии, там, семейной жизни, в принципе, глобально? Глобально, ну, тяжело так сказать, что бы хотел. Может, если говорить о материальном, то, может, машину поменять. Как бы, вот тут недавно с супругой задумывались, а не завесили ли нам собаку. То есть вот такие вещи, да. Если говорить о том-то таком духовном и то, что мне очень сильно нравится, чего бы я хотел, я бы хотел на парусной лодке пересечь Атлантический океан. То есть вот здесь было, у меня как бы, ну, не скажу, что с детства, но достаточно долго уже такая есть мечта. Я всегда думал, блин, что я в 40 лет пересеку Атлантику, а в 50-е уйду в кругосветное путешествие. Ну, тут уже почти 40 лет, и что-то Атлантику не пересеку. Не получается пока. А иртыш переплывали? Ну, хотя бы на лодке. Иртыш, и я и так переплывал на руках. Хорошо. Что бы хотели изменить в своей жизни? Да, честно, мне грех жаловаться на свою жизнь. Я достаточно счастливый человек. Я как бы не из тех людей, которые хотят всего и много. Я как бы довольствуюсь малым. Это из тех, у кого синица в руках. Как бы не люблю рисковать особо. Может, это плохо, конечно, но не люблю. У меня как бы все хорошо. У меня супруга, двое детей замечательных, здоровых. Вообще все отлично. Работа, приносящая удовольствие. По поводу отсутствия желания рисковать. А это как-то на работе сказывается? Ну, в нашем учреждении нет. У нас тут особо не зарискуешься. 33, там сначала нужно тендер, электронные магазины. Все, наоборот, мешает. Поэтому нет. Ну, то есть, вот даже работая здесь, мне уже несколько раз предлагали сменить. Попробовать себя в другом. Как бы люди зовут в коммерцию. Зная мои прежние заслуги, так скажем, из гораздо большими деньгами. Ну, вот это, наверное, вот здесь я не рискую. Потому что здесь как-то стабильно, спокойно и интересно. А вот эта расхожая фраза «Не пытайся покинуть Омск». А нет желания перебраться в центр? Уже с опытом? Абсолютно нет. Не знаю. Вообще не хочу из Омска никуда. Вот просто от слова совсем. Может, это с годами так произошло. Но раньше были такие мысли покинуть куда-нибудь там. Ну, конечно, хочется там, где море есть. Как бы я люблю яхтинг парусный. Может быть, там Краснодарский край, Сочи. Что-нибудь там Анапа. Тем более, там родной брат живет уже не первый год. Ну, до этого и в Арабских Эмиратах жил. Тоже неплохое место, кстати, на карте. Более 10 лет. Ну, я говорю, хорошо там, где нас нет. Мне нравится здесь. Тем более, как бы, там хорошо отдыхать, а не жить. Жить хорошо здесь. Человек, который изменил вашу судьбу? У таких много людей. Одним из них и вот супруга является. Она, в принципе, изменила судьбу. Потому что у нас произошло там, любовь с первого взгляда, как можно сказать. Мы познакомились летом, и в марте у нас уже была свадьба. О, быстро. Да. В августе познакомились. В конце августа. И в марте у нас уже была свадьба. То есть, сколько лет вы сейчас вместе живете? Сейчас идет 14-й год. Поэтому, в принципе, как бы, ну, достаточно большой отрезок жизни. Я, как бы, с ней живу. Вот потом, конечно, мою жизнь изменили. Ну, если можно так назвать, это мои дети, естественно, изменили. Потому что до них это была одна жизнь, с ними стала совсем другая жизнь. А если говорить по профессии, то, ну, ну, наверное, моему возвращению в Центр Горького Спорта это поспособствовало вот мой давний друг, жалко, что он сейчас нет с нами, это Борис Подбельский, который в 17-м году просто позвонил, сказал, что давай, не хочешь? Я говорю, да не, наверное, не хочу второй раз. Что-то, блин, я уже так, я уже такой свободолюбивый. Ходить на работу там с утра до вечера там. Тем более, я знаю, что там не сильно большие деньги платят. Он говорит, да давай, что-то все, конечно, у тебя выхода нет, чтобы это, надел галстук, пиджак, а я на тот момент уже, у меня даже галстука не было. То есть я уже настолько привык там на работу ездить, там, в джинсах, в футболке, в шлепках, там, летом в шортах, в кепке, ну, то есть, как бы не любил никогда классику. Ну, там он друзей взял, кого рубашку, кого это, кого что, галстук повязал и на собеседование. Ну, собеседование прошел, вот уже 6 лет, как бы работаю, ну, ни о чем не жалею, как бы очень нравится, в принципе, ну, хорошо работает, хороший коллектив вообще, вообще наша спортивная общественность, она достаточно дружная, поэтому очень, очень доволен. Какой бы фильм вы бы показали иностранцам, гостям, ну, вот прям сейчас, кстати, да, привязка к баскетболистке, чтобы они поняли, или она поняла русский менталитет. Любовь у голубя. Так. Любовь у голубя. Такой фильм. Мне очень нравится, всегда любим его с женой пересматривать, хотя уже каждую фразу знаем, бывает там, перед каким-нибудь праздником, когда гостей ждем, включаем там на этих электронных кинотеатрах, и он так фоном идет, идет. Ну, как бы вот такие вот, такая советская классика нравится. Ну, чтобы что-то, тоже, если что-нибудь посвежее взять, потому что то все равно, как бы время не совсем, не совсем Россия. Конечно. Если что-нибудь свежего. В последнее время, так редко что-то смотрю такое, в основном стараюсь смотреть что-то с детьми, какие-то мультики, какие-то приключения. Вот на выходных часто включаем. А так даже не знаю, какие там российские фильмы у нас есть последние. Последние. На самом деле, с российскими последними фильмами очень сложно. Я бы еще, наверное, в этот ряд, вот после «Любовь и голуби», после советской классики, добавил, допустим, 90-е. Это «Брат», «Брат-2». Да? Тоже, как бы, довольно показательное, того времени. Герои, эпизоды, ситуации и тому подобное. Ну, это можно, как сказать, если в те жанры, это какие-нибудь там «Жмурки», что-нибудь типа «Бумер-бригада». «Бумер-бригада», «Бригада» тоже хороший сериал, мне тоже иногда попадается тоже. И он заходит, да, заходит. И, кстати, молодой поколение сейчас смотрит его иногда. Да, вот, кстати, тоже интересные фильмы, которые я смотрю. То есть мне нравятся те фильмы, на которые попадаю по обычному телевидению и не переключаю, то есть досмотрю. Вот мне нравится, допустим, «Каникулы строгого режима». Тоже такой достаточно легкий фильм, который можно и с детьми посмотреть, и там такой где-то смешно, где-то за душу берет. Вот не хочу, конечно, американкам показывать его, чтобы вы думали, что у нас там все сбегают из зон. Вот, ну, а в целом такой хороший фильм. Ну, кстати, очень интересно у вас складывается беседа, на самом деле она так сама по себе в «Канвее» идет. Следующий вопрос. Справедливость или закон? К разговору о… Уднозначно справедливость. Я очень справедлелюбивый человек. Для меня справедливость – это одно из таких жизненных позиций. Я как бы сто процентов за справедливость во всех делах, даже если это будет в ущерб мне. А как же, допустим, вор должен сидеть в тюрьме? Значит, должен. Это по закону? Это по закону, значит… А справедливость, засунутый кошелек в карман кирпичу, это справедливо? Нет, я не про эту справедливость. Я про ту справедливость, что если, допустим, вот как в детстве, я жил в многодетной семье, у меня и старший брат, и младшая сестра, и когда что-то нам приносили, вкусное, даже в 90-е редко было что-то, ну, не знаю, сникерс. Сникерс? Да. Но это праздник был? Да. Я бы мог его съесть там один, допустим, но я всегда делился со всеми. Я вот даже если сам там купил где-то этот сникерс сам, я всегда приду, и мне всегда хотелось поделиться со всеми. Вот брат у меня, допустим, он очень хороший человек тоже, но он не такой. Он реально, он купил сникерс, съел, он даже не парится. Ну и вот. Он такой просто, он такой простой, как рубаха парень, да, такой. У него, конечно, безусловно, множество своих плюсов, но в этом плане он такой немножко. Ну, потом, блин, точно надо же было поделиться, я что-то съел. Ну, и я всегда такой. С чего начинается Родина? С чего начинается Родина? Родина начинается с понимания, кто ты, с понимания, как сказать, земного шара. То есть, когда мы маленькие рождаемся, мы же не понимаем, что происходит вокруг нас, да, нам кажется, что мы просто, а потом, когда ты уже начинаешь понимать, что вот земля круглая, есть страна Россия, есть твой регион, есть вот твоя улица, твой двор, и ты понимаешь, что начинаешь соотношение размеров, да, что вот, как бы, мы совсем мало места занимаем, да, хотя идти пешком далеко. девиз по жизни ваш. Девиз по жизни? Ну, наверное, то, чтобы я много раз так повторял, как бы, с этим соглашусь, это все, что он делается, все к лучшему. поэтому никогда не расстраиваюсь, даже если что-то происходит, у меня, конечно, бывает, что-то сильно расстраивает, особенно, вот, как я уже говорил, что я за справедливость, какие-то такие несправедливые вещи в отношении себя или других, моих друзей, или просто даже знакомых, как бы, в принципе, даже, когда мои друзья несправедливо ведут себя по отношению к тем людям, которых я особо-то и не знаю, мне все равно как-то неприятно, я говорю, что, ну, так нельзя, ну, это же, блин, нельзя так. Николаевич, он прям-то какой-то весь правильный, давайте сделаем, сейчас мы по-другому повернем, поступок, за который вам стыдно до сих пор, озвучите, пожалуйста, но только не говорите, что у вас такого не было никогда в жизни, поступок, за который мне стыдно? Даже не знаю, что мне могло быть стыдно. Ну, если не за что, так и не за что, пойдем дальше. Надо повспоминать, ну, наверняка есть, за что мне может быть стыдно, но, ну, ну, так не вспомню на скидку, за что стыдно. Хорошо, опускаем этот вопрос. Самое страшное наказание в детстве? Самое страшное? Угу. Ну, страшное в плане неприятное, то есть у меня, ну, я был таким шебутным ребенком, меня часто наказывали. Ну, вот и самое, что такое, не на есть в угол встать на горох? в угол встать, это все для меня было не так страшно, ремнем получить, это же сильно и быстро, как бы, ну, больно и быстро, как бы, тоже ничего страшного. Наверное, самое страшное, это нас с братом и сестрой мучили дачными делами каждое лето, когда хочется отдыхать. Самое страшное, это остаться на даче надолго, ну, то есть по времени. То есть мы всегда просили родителей приехать, хотя бы, часов 7, чтобы у нас была возможность пока светло успеть сходить на стадион и поиграть в футбол. Поэтому, когда мы говорим, а вы сегодня приедем, будет уже темно, и вы без футбола, и все, и вот это вот самое такое неприятное было, блин, без футбола. Там все друзья уже ждут, еще не предупредить, телефонов сотовых тогда не было, ни позвонить, ни скажут, что ты не приедешь. И все потом на следующий день говорят, что, что, где, говорят, на даче, накосячили. А мяч футбольный свой был? Да. Ну, а были такие моменты, как, допустим, я помню по себе, да, приходят друзья, а Паша сегодня выйдет на улицу? Нет, не выйдет. А мячик-то можно? Нет, нельзя. Такое было. Да. Ты вроде как никому уже особо-то не нужен, ты мяч отдайте, и все. Такое было. Был у нас мяч, хороший такой, единственный такой хороший мяч. Но он долго не прожил, конечно, хоть он был и хороший. Это, кажется, отцу кто-то подарил. То ли с чемпионата мира, то ли с чемпионата Европы, он еще был такой классический, черно-белый, вот этот мяч. И вы им играли в футбол? Ну, да, он сначала не разрешал. Конечно, раритет. Да, а потом он сказал, да, играйте. И мы играли им. где-то, не знаю, ну, лет он прожил, не больше. а потом уже, ну, тогда, говорю, тогда с мячами просто проблема была, потом мы уже копили там на пакистанский мяч, как мы могли купить вот именно пакистанский мяч, ходили на ленинский рынок, магазин «Деспорт Товар» покупали этот пакистанский мяч, какие счастливые были вообще. дышаться не могли, каждую там, на нем, каждую эту черточку там пытаться там затереть. Да. Сейчас гораздо проще с мячами. Героем какой книги хотели бы быть? Ну, это что-то из Жюль Верна, Фенимора Купера, что-то оттуда. Я говорю, люблю путешествовать очень сильно, люблю море, люблю незведанные горизонты, что-то открывать, познавать. Как бы вот, поэтому, наверное, что-то с мореплаванием связанное. Совсем недавно посмотрел интервью Анатоль Федоровича Барди на «Царство небесное», и он в свое время говорил, что хотел бы поработать генеральным менеджером в Олимпийской сборной выиграть Олимпийские игры по хоккею. Есть какое-то желание такое вот продвинуться выше туда, в профессиональный спорт, поработать, может быть, на уровне какой-нибудь профессиональной команды в плане ген-менеджера, я не знаю, еще кого-то? Я бы не сказал, что мне это очень интересно. Не, мне это интересно, но я как бы говорю, я человек скромный, я как бы знаю, что, ну, не знаю, не хотел бы никуда. То есть, если говорить про Олимпийские сборные или еще что-то сборные, то это в любом случае надо ехать в Центральную Россию, в Москву, я вообще Москву не люблю. Я там долго не могу находиться. Для меня вот этот вот, люди, которые куда-то постоянно бегут, спешат, когда ты там живешь в одном городе с друзьями, видишься там раз в год с ними, для меня это нет. Я как бы люблю, чтобы ко мне друзья приходили, там, каждый выходной кто-то ко мне приходит, там, или одни друзья, или другие друзья, мы к кому-то ходим с детьми, без детей, проводим время, там, играем в настольные игры даже, как бы, ну, просто, как бы, я, мне нравится такая, попроще жизнь. Более размеренная? Ну, более попроще, я все равно назову попроще, потому что, я говорю, я не любитель галстуков, не любитель лакированных ботинок, я люблю так вот, чтобы, поэтому, если менять свою жизнь, то это, идти, там, не знаю, в шкипер, или там, тренер по серфингу, по дайвингу, что-то такое. Хорошо, а в душ поете? В души? Угу. В души не пою. Нет вообще любимой песни никакой, чтобы можно было так, ну, не могу, да, но я в душ хожу утром, у меня все спят в это время, я, если, и жена может прибить. А вообще, любимая песня, какая-то есть? Не скажу, я много люблю, меня прям кидает по музыке, от одного жанра к другому, мне нравятся и «Руки вверх», и «Клава Кока», и «Квин», и «Битлз», да, и «Русский рок», мне нам нравится, какой-нибудь там, смысловые галлюцинации, «Чаев», и могу просто с дочкой Катюши спеть. Вот, замечательно, но в принципе, в музыке все ядны. Да? Угу. Так, ну вот мы сегодня говорили о поступке, за который могло быть стыдно, мы его так и не услышали. А вот есть ли поступок, которым вы гордитесь? Что в жизни такого произошло, сделали вы? За что вам сказать, это я вот делал, это вот я? Да, двое детей считаются. Ну а почему нет? Конечно, конечно. Замечательные дети, сын играет в хоккей, дочь в баскетбол, очень хорошо учатся, участвуют в олимпиадах, и что самое главное, что они очень сильно самостоятельны, то есть они спокойно делают сами уроки, я даже не заглядываю, что они там делают, как они там делают. Это они в маму или в папу? Я думаю, в папу. Я тоже был очень самостоятельный. Хорошо. Лучшее, идеальное утро, господин Агусева. Идеальное утро? Угу. Ну, так я люблю путешествовать, понятно, хоть хочется где-то в отпуске проснуться, на той же парусной лодке, на катамаране, или просто на пляже. Романтика. Да, но если говорить именно про дом, как бы вот хотел, то это, как бы оно мне, в принципе, практически всегда, идеальное, выходной день, когда просыпаешься, никуда утром не надо, но только воскресенье такое бывает, потому что у меня сын по субботам тоже учится, приходится его в школу собрать, везти, и только вот воскресенье, можно спать долго, но я как бы все равно долго стараюсь не спать, ну, все равно просыпаюсь, самый первый. Я спокойно ухожу, иду в гостиную, включаю телевизор, там как раз там идут какие-то передачи, там по НТВ, что-нибудь там, какой-нибудь Роспотребнадзор, там или там, главные дороги, что-то там все такое, и начинаю готовить. Да, то есть там, допустим, могу блинчиков испечь, детям, и вот смотрю, как все на запах выходят, там из одной комнаты, из другой, вот так вот все сидим, потом начинается какая-нибудь там телепередача, типа там, столько одному, тоже с детьми любим посмотреть, там подгадывать в какой-нибудь момент, и вот так вот утро, хорошее утро, замечательное. Да, замечательно, согласен, и по поводу блинчиков неплохо, да. Так, что нужно для счастья в этой жизни? Баланс. То есть счастье – это баланс. На карте? В том числе. Да нет, ну это, я говорю, это, ой, когда-то давно на каком-то тренинге нас учили, как бы, счастливыми, рассказывали, да, и рассказывают, из-за чего становятся несчастливыми. Это когда, допустим, эти наши какие-то жизненные критерии можно построить на диаграмме, и там, допустим, от 0 до 10, там, допустим, здоровье от 0 до 10, одиночество, друзья, вот так вот, как бы, расчертить, расчертить вот это все, деньги, там, ну, чем больше их придумаешь, тем пополнее будет картина, и оцениваешь, какое у тебя здоровье? Ага, на семерочку, а денег сколько у тебя? Ну, на семерочку, от друзья, вот так, а любовь, и вот так вот все. Чем круглее это получается, тем ты счастливее. И любимая цифра семерочка, я так понимаю, да? Восьмерочка. Бесконечность. Хорошо. Так, поехали дальше. На ваш взгляд, самый страшный грех людской, человеческий какой? Ну, это убийство, достаточно, конечно. Отнять жизнь у другого человека, которая, как сказать, это дается человеку один раз, это самый страшный грех. Ну, сейчас тольно можно простить? Ну, я бы многое мог простить, кроме убийства, потому что меня вы уже убили, да? Да, да, да. Как я могу прощать убийство? Вот сейчас сразу возникает следующий вопрос, за что можете простить, а за что можете не простить? Да, практически за все могу простить, кроме предательства. За предательство не прощу. Могу бы пытаться простить, но вряд ли получится. Могу сделать вид, что простил, но не прощу. Собачье сердце, Булгакова, смотрели? Ну, как так. Читали? Честно скажу, не читал. Вообще не любил детские книжки читать, особенно все, что касалось школьной литературы. Больше, не говорю, нравилось читать. Джека Лондона, Фенемора Купера, Марк Твен, вот это все, что касается алясок, собак, хаски, там что-то, золотоискателей, путешествий. То есть, вот такие жанры больше мне нравятся. И все же, собачье сердце, там есть такие слова, оборвал и мандрян. Что бы выбрали? Я сейчас объясню, почему. Оборвал и мандрян? Оборвал и мандрян. Ну, мандрян пусть будет. Мандрян. Герой, который произнес эту фразу, это был дворник, который читал книжки, очень умный, говорит, там мне, не понимаю ничего, у всех людей нормально, а у меня мандрян. Если мы выбираем, допустим, первый оборвал, это тот самый Шариков, который стал человеком, который говорил, ходил с колокольчиком. Я к чему все это? К тому, что и тот, и другой, наверняка, заблуждались в этой жизни. Вы часто заблуждались в этой жизни? Да не скажу, что часто, не говорю, как-то везет по жизни. У меня очень, почему-то, хорошо развита интуиция. И даже в те моменты, когда, казалось бы, невозможно это предугадать, но у меня как-то вот, как будто вот ангел какой-то, не знаю, кто-то меня как будто направляет постоянно выбрать нужный путь. То есть всегда, когда я стою на раз путь, я всегда выбираю нужный путь. Или потому что, все, что делать, все к лучшему, я этим все-таки возвращаюсь. Или просто реально, как будто кто-то ведет. То есть вот. То есть на плече кто-то все-таки присутствует. И кто-то постоянно… Мужка так говорит, что вот влево, а не вправо. Да, да, да. И всегда вот удачно, всегда удачно, удачно, удачно. Ну, это главное не спугнуть. Надеюсь. Какой бы вопрос вы задали сами себе в жизни? Ну, бывают же моменты, когда садишься там один на один, сам с собой размышляешь, думаешь. Не бывает. Мне такого не бывает. Я вообще человек, который… Я терпеть не могу одиночество. От слова совсем. Я не могу… Допустим, люди некоторые хотят, им нужно там побыть одному, там что-то это. Я вообще не могу быть один. Больше 15 минут я один не могу находиться. Мне надо к детям, мне надо к друзьям. То есть один в квартире, я вот сижу, мне что-то надо делать, я сразу начинаю как-то звонить, с кем-то общаться. Просто не могу находиться один, поэтому сам с собой не разговариваю. Когда последний раз вы плакали? Плакал когда последний раз? Давненько. Раньше чаще. Сейчас как-то психика застоялась, так устоялась, как крепче стал на эмоции. Ну, наверное, какой-то фильм смотрел плаксивый. Что-нибудь там, что там последнего там мы смотрели с детьми. Ну, то есть, в принципе, если, допустим, что-то там вот увидеть, то можно исполнить. Что-то в этом предосудительного нет? Нет. Могу что-нибудь повспоминать тоже, допустим, какой-то такой момент трогательный, какая-нибудь песня напомнит. Могу так вот, едешь в машине, аж слезы наворачиваются, слышишь, так погромче сделал, что-нибудь там, вспоминаешь, какой-нибудь момент интересный. То есть, бывает. Ну, фильмы, да, фильмы часто меня трогают, если там какие-то моменты такие трогательные. Продолжите фразу, я никогда не... Не заберусь на Эверест. И никогда не опущусь глубоко в воду. И сколько мне они пытаются сказать, что давай там с парашютом прыгнем, это уже не мое. Как бы говорят, это вообще здорово, это классно. Нет, не мое. Боитесь высоты? Я не боюсь высоты, я боюсь упасть с высоты. Выходим на финишную прямую. Три вещи, которые бы вы взяли с собой на необитаемый остров. Так, необитаемый один там буду, да? То, что вы не любите, да? Да, к самому не любому. Ну, понятно, что я возьму что-то для... Вообще любого же. Три любые вещи. Лодку парусную. Ну, чтобы уплыть оттуда. Чтобы уплыть оттуда к людям. Да, если так, ну, какая-то что-то для поддержания своих там потребностей это я бы взял, чтобы костер разводить было попроще. Спички? Спички, нож, чтобы удобно это было. И еще? Даже не спички, а огниво, да? Чтобы спички такая не кончится, а огниво не кончится. Ну, и надо что-то с водой делать, да? Как-то опреснять опреснитель какой-то, чтобы его можно было там, если с моря пить, если там есть какой-то водопад рядом или пресная вода. Ну, не знаю, что там. Остальное все можно, в принципе. То есть выжить можно, в принципе. Да, две вещи можно. Вот огниво и нож для удобства. Остальное все как бы я бы справился со всем. Хорошо. Сколько раз вы лгали, отвечая на вопрос сегодняшнего подкаста? Сегодняшнего? Ага. Сегодня ни разу не лгал. Ну, тогда последние два вопроса. Назовите лучший подкаст на сегодняшний день в Омске. Ну, это, конечно же, без вратарей. Ага. И второй, последний вопрос. Лучший вопрос подкаста сегодняшнего. Сегодняшнего? Ну, у него не все вопросы интересные. Ну, мне понравился... Что такое счастье, да? Как бы счастливым. Я вот рассказывал про диаграмму. Вот хороший вопрос был. Роман Николаевич, ну, по-моему, неплохо получилось. Пообщались. Да. Большое вам спасибо, что нашли время. Выбрались сегодня. Ну, а я напоминаю, что, друзья мои, это был подкаст без вратарей. Меня все еще зовут Павел Сергеевич. Я напоминаю, что все это было в пресс-центре Министерства по делам молодежи, физикультуры и спорта Омской области. Все это место силы.